Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас пустые баночки апреля, и вот спойлер-алерт, что нас ожидает. Довольно много всего. Ну, как всегда, начинаю с декоративной косметики. В этом месяце её было, на удивление, много. И она у меня лежит в использованной свечке, потому что так было проще всего её хранить. Итак, у меня закончилось. Первое, что я вижу, и то, что давно должно было закончиться, это Highlighter Benefit High Beam. У меня вот такая маленькая крошка нашла в каком-то наборе, и он был очень красивый, но он абсолютно полностью закончился, и я даже не могу вам ничего показать, но он был очень-очень красивый, такой перламутровый, очень светлый, с розовым пигментом и мерцанием. Он был просто идеален на те времена, когда, например, у меня макияж в холодных тонах, и у меня светлая кожа смотрелась так красиво на коже. Я не уверена, что куплю его снова, просто потому что я больше люблю хайлайтеры, которые в виде пудры, а не жидкие. Но он был хорош, пока был. Так что, если любите светлые хайлайтеры, то я, конечно, вам его рекомендую. Дальше у меня закончилась тушь Mark. И я помню, когда марка Mark только появилась, и мы все такие, ууу, у них яркие помады, у них что-то интересное, что это. А потом оказалось, что это, ну, как бы, марка от Avon, и мы все такие. Я так понимаю, что у них есть хорошие средства, но их тушь, вы знаете, она как немножко более удачная кузина обычной туши Avon. Если вы когда-нибудь пробовали тушь Avon, я не знаю, кому-нибудь нравится тушь Avon, я прошу прощения, если они вам нравятся, я не хочу вас обидеть. У меня они были неоднократно. Я ими периодически пользовалась, там, со школы, сколько я себя помню. И ни разу они меня не впечатляли. Они всегда плохо прокрашивают, отпечатываются, не дают никакого эффекта. Это было немножко получше. Она чуть-чуть реснички прокрашивала. Но, как бы, ну так, на тот день, когда я делала из серии макияжа без макияжа, она была еще нормальна. Но в целом не впечатлила меня. Не буду больше покупать, и вам не могу ее рекомендовать. Дальше карандаш Catrice Long Lasting оттенок Brown Tongue Girl. Этот карандаш не закончился, он просто засох. Видите, он, как бы, я не могу даже на руке им ничего нарисовать. Это при том, что, как бы, по руке я могу, на самом деле, нажимать, отличать от глаза. Так что я просто его выкидываю. Он был неплох, но, как бы, да, исчерпал свои возможности. Дальше карандаш для бровей Rimmel оттенка Dark Brown 001. Я обожаю карандаши для бровей от Rimmel. Сколько я себя помню, опять же, со школы я их покупала. У меня не были всех возможных цветов. Черные, когда у меня были черные волосы. Светлые, когда у меня были светлые волосы. Вот это вот просто коричневое, на вот более-менее мой естественный цвет волос. Они мне всегда нравятся. И если многие космические средства, которые мне нравились в школе, потом я их в дальнейшем пробовала и думала, о чем я вообще думала, то карандаши Rimmel, они меня впечатляют всегда. То есть, вот я его использовала до конца, и он до последнего момента мне очень нравился. И консистенция, и оттенок. Оттенок очень приятный. Немножко рыжеватый, но совсем чуть-чуть. То есть, он не смотрится слишком рыжим на бровях. То есть, вот цвет прям классный для меня. Я безусловно, безусловно куплю снова. И учитывая, что это очень бюджетное средство, это просто супер. Просто класс. Следующая подводка Vivienne Sabo Jolie Couleur. Оттенок не вижу, но в общем черная. Она была неплохая. Вы знаете, одна из тех подводок, которые, когда вы смотрите на кисточку, думаете, она не слишком тонкая, мне будет сложно ей прессовать тоненькую стрелочку. Но при этом, каждый раз, когда я рисовала стрелки, ну не каждый, но часто, я получала комплименты. Ух, какие стрелки! Вот именно на эту подводку. То есть, несмотря на то, что кисточка изначально кажется не очень удобной, на самом деле на деле можно прессовать тонкую стрелочку. Но в какой-то момент я ее достала, и я нарисовала одну стрелку. Я начала убирать кисточку обратно и поняла, что она по краям засохлая. И, в общем, мне пришлось с трудом ее про... Нет ни малейшего шанса объяснить этот процесс без того, чтобы это выглядело как-то доусмысленно. В общем, я ее с трудом затолкала обратно, и, видимо, это было неправильное решение, потому что когда я ее достала, она как бы... Она была вся вот в растопырку торчала. В общем, больше ей пользоваться невозможно. Кисточка при этом испортилась. Но я использовала, мне кажется, добрую половину этой подводки, поэтому ничего страшного. Она была очень-очень-очень бюджетная. И не могу сказать, что моя любимая, но, в принципе, неплохая. Если вы на бюджете, то, ну, абсолютно нормальная подводка, с ней можно работать. Дальше эта помада Dr. Pierre Rico, оттенок R202. Мне нравился этот оттенок, он был очень красивый, но в какой-то момент я ее нанесла и поняла, что у нее привкус как... Мне кажется, что крысиный яд должен быть таким на вкус. Ну, в общем, видимо, она испортилась, потому что на привкус она была очень странная. Я больше просто не рискую ее наносить. Цвет был хорошенький, поэтому, увы, я не успела ее использовать всю, но было здорово, пока было. Я просто как бы... Я не рискую так со своим ртом. Так, это вся декоративная косметика, которая у меня закончилась. Мне кажется, неплохо. Так, дальше расскажу про свечку, раз она у меня в руках. Она была куплена в Ашане. Red Fruits. 20 часов. А Актьюэли, видимо, марка. И она была... Да, с ароматом каких-то красных фруктов и ягод. Пахло приятно, так свежо. Я люблю свечи, особенно вот на более зимнее время года. Я всегда их зажигаю. И это мне понравилось тем, что она очень быстро наполняла каком-то очень приятным таким классным ароматом. Не банальным, не слишком навязчивым. То есть, просто как-то в комнате сразу было уютнее с ней. Поэтому я не считаю, что куплю снова. У меня сейчас есть еще одна их свечка, только рыженькая. Не помню, с чем. В общем, да. В какой-то момент я к этому, безусловно, вернусь. Так, теперь уходовая косметика. Поехали. Первое, что у меня закончилось, это гель для умывания. Dewy Tree Phyto Therapy с черникой. Вот как она выглядит. Она была неплоха. Это те дни, когда моя маленькая кошка поняла, что она уже довольно взрослая. И мы еще ее не свозили к ветеринару, чтобы эту проблему для себя и для нее устранить. Поэтому я прошу прощения, если вы слышите ее на заднем плане. Да. Кошки растут так быстро. В общем, эта пенка для умывания, она мне понравилась. Она была очень-очень мягкая, поэтому она была идеальна на зиму. Вот когда у меня кожа очень обезвоженная, и если что, она начинает сохнуть, шелушиться и так далее. Вот эта пенка была просто моим спасением. Я ей пользовалась всю зиму. Она мне очень в этом плане понравилась. На весну ее уже недостаточно. То есть, как только моя кожа снова становится более жирной, как бы, нет. Этого недостаточно, но на зиму было в самый раз. Если у вас нормальная или сухая кожа, я думаю, что вам круглый год будет очень хороша эта пенка для умывания. Вот. Но у меня кожа очень жирная, как вы, вероятно, знаете. Дальше закончился тоник Dr. Klee Magic Tone от The Skin House. Это один из тех тоников, которые на самом деле работают. При том, что довольно часто тоники – это что-то, к чему люди относятся, как в серии экстра-шаг, необязательный. Непонятно, есть ли эффект. Какую-то водичку наносишь на лицо, и непонятно, работано или нет. Но это один из тех тоников, эффект, которого я чувствовала сразу. У него, вот, как бы, он был в виде спрея. То есть, его можно было просто попширить на лицо и освежить лицо таким образом. Но когда я его носила на ватной диске и протирала лицо, он моментально давал ощущение какой-то свежести лицу. То есть, он на самом деле тонизировал. Было ощущение, что лицо после него такое. Кожа более… Ну, как будто она сразу становилась свежее. Было ощущение очищения и при этом какой-то свежести на коже. Поэтому он мне очень понравился. Он был мне прислан на обзор, но я думаю, что я в какой-то момент куплю его сама, потому что он мне очень на самом деле понравился. Не так часто я чувствую эффект на коже от тоников, поэтому… Дальше, как раз сегодня с утра закончился сухой шампунь Коулап. Тропикал Коулап. Это мои самые-самые любимые сухие шампуни. У меня их было уже довольно много. Они мне все очень нравились. Но этот я нанесла как раз сегодня с утра на волосы. Я их вчера помыла и сегодня просыпаюсь и думаю, они выглядят не ахти. Не хочу их перемывать. Нанесу сухой шампунь. И я имею в виду… Вот эффект. Иногда, мне кажется, что он работал неплохо, но, скажем так, не так хорошо, как все остальные сухие шампуньи Коулап, которые я пробовала. Поэтому на фоне остальных, честно говоря, он меня очень впечатлил. Он был наименее эффективным из всех шампуньей Коулап, которые я пробовала. Поэтому, если выбираете, я пытаюсь вспомнить, по-моему, назывался Fresh какой-то шампунь. У него была голубая упаковка. Вот он был отличный. Этот не самый лучший из их сухих шампуней, поэтому не уверена. Дальше у меня закончилось масло для тела. На него уже налипло все, что только могло сверху. Это минус масел для тела. Марка Tropical Love. Они мне это присылали на обзор. И это марка, которая в основном представлена в Инстаграме. И это как раз очень инстаграмная упаковка. Есть косметика, которая выглядит именно инстаграммно. Я не могу это по-другому описать. Это ваша типичная маслица, которая вот, чтобы не назвать это пипеткой, дозатор. То есть, это вот то, что там из серии. Очень прикольно выглядит. На фотках получается супер. Но на самом деле в жизни это, честно говоря, не очень удобно. Потому что, во-первых, оно все в масле. Во-вторых, вы достаете. Очень сложно отмерить нужное количество именно этим дозатором. Потом, пока вы несете его от упаковки до тела, куда вам это нужно нести, оно там пару раз капнет на пол. В общем, не очень удобно. В остальном оно мне понравилось. Оно было у нас чем? С иланг илангом. Приятно пахло. Оно, в отличие от очень многих масел для тела, оно моментально впитывалось. То есть, не было такого, что вы наносите, еще полчаса нужно ходить, потому что оно у вас просто на коже. Нет. Оно впитывалось очень быстро. То есть, там буквально через 5 минут я уже могла там идти спать или одеваться. Ну, хотя, на самом деле, я с утра все равно к маслам для тела отношусь немножко так. Вот, но вечером, там через 5 минут я уже могла идти спать. Поэтому в этом плане оно мне понравилось. Упаковка не самая удобная. У меня недавно было масло для тела от Холин Голд. И оно было с дозатором. Как бы вы выдавливаете сколько себе нужно и наносите. Вот та упаковка мне понравилась намного больше. Но это смотрелось очень классно на фотографиях. Ну, и сам продукт был хороший, поэтому... Ну, сама, наверное, покупать не буду, скажем так. Так, дальше у меня закончилась... Друзья, у меня второй месяц подряд заканчивается туалетная вода. Я просто не узнаю себя, потому что обычно туалетная вода стоит у меня годами. Ей вообще, как бы, ее почти не убывает. И это у нас The Body Shop Indian Night Jasmine. Индийские ночи. Знаете, аромат неплохой. То есть, мне несколько там знакомых говорили, что «У-у-у, на тебе же, типа, этот аромат The Body Shop». В принципе, он у меня был, был мой любимый аромат. То есть, у многих моих подружек... Ну, не у многих, у парочки. У парочки моих подружек этой серии любимый аромат. У меня он, честно говоря, не зашел. Для меня он немножко слишком резкий. Какой-то очень насыщенный. И мне он на себе совсем не нравился. Но я ее в какой-то момент принесла на работу, и там ей пульсовалось. И, в общем, туалетная вода закончилась. Сама покупать не буду. Это был подарок от моей подруги. И я могу понять, как кому-то может нравиться этот аромат. Он необычный и классный. Но у меня он, к сожалению, не очень зашел. Мне кажется, было где-то два или три. Скорее три. Вот. Ну, он, наконец-то, закончился. И я, честно говоря, рада. Дальше закончился густой вызнавливающий шампунь от Organic Kitchen. Коса до пояса. Эти баночки. Невозможно любить эти баночки. У всех они есть. И все их любят. Я каждый раз об этом говорю. Оно прекрасный маркетинг. Organic Kitchen. Прекрасный маркетинг. Эти баночки, они просто так и просятся. Тем более, они стоят, мне кажется, по 100 рублей. Или даже меньше. Поэтому супер. Шампунь был неплохой. Он без СЛС и парабинов и всего такого. В целом, это довольно натуральная косметика. Он неплохо очищал волосы. При том, что он восстанавливающий. Я очень боялась, что он будет плохо промывать. Он хорошо их промывал. Он не делал их сухими. Поэтому, в принципе, он был неплохо. Довольно быстро закончился. Но и был довольно дешевый. Поэтому без проблем. Безусловно, могу рекомендовать вам. Хороший шампунь. Дальше закончился раствор для четких лиц от Adria Kets. Adria Kets – мои самые-самые-самые любимые линзы для глаз. У меня сейчас их линзы зеленые. Не помню линейку. Не Elegant. Гламур. Немножко такого оттенка. Линзы мне очень нравятся. Раствор мне тоже понравился. Он хранил мои линзы в сохранности. Потом закончилась... Это называется пудра для ванны. Марка Nakami. Она недавно только появилась у нас на рынке. И эта пудра для ванны, она с освежающим зеленым чаем. На самом деле, она пахнет немножко мятой и немножко лаймом. Не знаю как, но для меня это аромат лайма и мяты. Мне это очень нравится. И ванна с этой пудрой просто супер. Пудра очень необычная. Она очень-очень мелкого помола. Вы ее засыпаете в ванну, вода начинает пениться. Очень прикольно. Мне вот этой упаковки хватило на два, мне кажется, раза. Но у меня большая ванна. У меня как бы не стандартная, а серия на двоих. Поэтому мне нужно немножко больше. Мне кажется, на стандартную ванну вам хватит примерно на три применения этого средства. Если вдруг сможете где-то его найти и купить, я вам очень его советую. И у меня пока еще есть и пудра, но когда закончится, я, безусловно, и буду покупать дальше. Потому что я люблю свои классные ванны. Дальше. Так, я в этом месяце была в поездке. У меня закончилось несколько таких дорожных миниатюр. И первое – это Algoverm Algo Hydra. Я просто вам покажу, как это выглядит. Это было в коробочке Royal Samples. И это крем, который можно использовать и утром, и вечером для кожи. Я его взяла в свою поездку. И это всегда небольшой риск. Особенно с моей проблемной и очень жирной кожей. То есть я его нанесла вечером, когда мы приехали. И он очень густой, почти как мазь. Я думаю, вау, супер. И на ночь он был в самый раз, он отлично увлажнил. Но когда я начала его носить с утра, я думаю, он такой густой. Нет ни малейшего шанса, что он сработает с моей жирной кожей. Но как ни странно, на него, во-первых, очень хорошо лег тональный крем. И, во-вторых, он весь день хорошо держался. То есть в отличие от увлажняющих кремов многих, не было ощущения того, что моя кожа вот прям как масляный блин моментально. Нет, наоборот, весь день она была в хорошем состоянии. Ну, как бы так, немножко блестела. Ну, вот в рамках нормального для меня. Поэтому я не знаю, как так получилось, что ночь он давал очень много увлажнения и питания, а днем он не делал мою кожу жирной. Но при этом помогал. Ну, как бы она чувствовала себя отлично. Поэтому я не исключаю, что я куплю его в полноразмерном варианте. Потому что он мне понравился, этот крем. Он был классный на вечер и на утро. Прям супер. Так, дальше это шампунь для объема Ray Steel. Вот как выглядит эта марка. Он был в коробочке L'Etoile. Мне кажется, там висели год назад. Я не знакома с этой маркой, но шампунь мне понравился. Он очень хорошо очищал волосы. Но объем... Я имею в виду, мои волосы лишены объема в принципе. Но, как бы, что-то он сделал. Ну, скажем так, они не были вот настолько прилизанные, как обычно. Но главное, что хорошо очищал и при этом не очень сушил волосы. Для меня вот это вот основные факторы. Что у меня очень поврежденные волосы. Поэтому для меня шампунь должен, с одной стороны, их очищать. Потому что у меня жирная кожа и на голове ассоция такая же. С другой стороны, не должен сушить мои посеченные концы. Вот. Но этот шампунь соответствовал всем моим требованиям. Дальше закончилась вот эта вот крошка. Это дезодорант Невея невидимой защиты для черного и белого. Он справлялся со своей функцией как дезодорант в плане черного и белого. Друзья, я говорю вам об этом каждый раз. Но я не устаю об этом говорить, потому что я не понимаю, зачем производители это делают. Он отпечатывался на черном. Все дезодоранты, которые заявлены, как и серии, для черного, они оставляют белые следы. Они все оставляют белые следы. Все. Все, которые я пробовала. А я ношу много черного. И для меня это реально проблема. Поэтому как бы он помогал мне сохранить свежесть в течение дня. В этом плане. Но он оставлял следы. Поэтому все равно нужно было очень осторожно одеваться, когда я его использовала. Но маленькая крошка в поездке была очень удобна в этом плане. Все было хорошо. Дальше. У меня закончилась тканевая маска. В этом месяце всего одна. Да, я была дренной девчонкой и всего одну маску использовала в этом месяце. Но это Etudorganics, а не маска для дерзких и игривых натур леса. У меня сначала было неоднозначное представление об этом. Потому что мне это напомнило несколько этих... Феррис, как они называются? Ну, в общем, люди, которые считают, что они животные. И я такая... Я на самом деле не имею ничего против них. Ну, просто как бы у меня были именно такие ассоциации. Вот. Маска классная. На ней нарисована, на самом деле, вот такая леса. Да, вот она тут с хвостиком такая. Маска прикольная. Она... Что-то... Вот, она для жирной комбинированной кожи, поэтому... Она, с одной стороны, как бы немножко очищает кожу, с другой стороны, она ее питает, увлажняет. И поэтому, ну, как бы она подсушивает прыщики, скажем так. Вот. После нее кожа в отличном состоянии, но она не перекормленная. Вот. Поэтому для жирной кожи это очень хорошая маска. В целом, и Tudor Organics выпускает несколько разных линеек тканевых масок. Мне не нравятся все. То есть, вот все, что я пробовала, я осталась очень довольна. Поэтому, если увидите, купите. Следующая тоже из поездки. Салфетка для снятия лака Ильдоботе. Помните, она у меня была в прошлом месяце тоже из поездки. Я такая... Вау! Она сняла лак, было классно. Я не понимаю, как это произошло, но в этом месяце, когда я была в поездке, я взяла ее, одно, и мне нужно было смыть лак, и она не сделала ничего. Просто ничего. То есть, я терла этой салфеткой по ногтю, и просто ничего не происходило. И это несколько испортило все для меня. То есть, мне пришлось вот второй лак, который у меня был, к счастью, был, ну, как бы, похож по цвету, просто наносить поверх вот предыдущего, что я такое не очень люблю. И, в общем, это была подстава со стороны этой салфетки, скажем так. Дальше в поездке я использовала это Леврана полевая береза полярная. Крем для ног. Вот, маленький пробничек, мне как раз его хватило из серии на целый один раз. Нет, два. На два раза. Для поездки просто идеально. Он мне понравился. Он быстро впитывался в ноги и увлажнял их, и ножки были такие серии. Ууу, мы можем пройти еще столько же за следующий день. Так что, да, понравился. Возможно, когда-нибудь куплю в полноразмерном варианте. Дальше закончился дезодорант моего мужа, Фа Мэн. Он ему понравился. Это все, что я могу про него сказать. Он работал. Дальше закончилась паста Bio Repair. Вот маленькая малявочка Total Protection. Опять же, в поездке она была незаменима. Она мне понравилась. Хорошо очищала зубы. Да, у меня очень чувствительные зубы, поэтому я ценю пасты, которые хорошо работают. Дальше оно не закончилось, но мне было тяжело с этим расстаться. Это ревевор от Beelite. Это был подарок моей подруге из Беларуси, поэтому я его очень ценила. И я пыталась его использовать, потому что я понял, что в школе я обожала эти кондиционеры. Они в школе, в институте, они просто творили какие-то чудеса с моими волосами. Они на самом деле работали, было классно. Я не знаю, то ли волосы стали хуже, то ли средства стали какими-то другими. В общем, на мне они уже особо не работают, никакого эффекта особо не было. И у меня очень испорченные волосы. Мне нужно за ними делать максимум, чтобы хоть как-то... Чтобы хоть как-то им помочь. И, скажем так, это средство особо не помогало, поэтому там еще где-то, мне кажется, треть осталась. Но я просто с ним расстанусь, потому что он не работает на моих волосах. У него скоро выходит срок годности, поэтому не имеет смысла пытаться кому-то из подружек его дать. Хотя, какой у него срок годности? Да, не имеет смысла, так что, в общем, увы, расстаюсь с этим средством. Больше оно мне не подходит. И последнее, что у меня закончилось, это ватные диски Пупи. Они, кстати, мне кажется, тоже испортились. Они раньше были хорошие, а теперь они были какие-то такие тоненькие, и с ней было сложнее. Пупи, как вы могли сделать это со мной? Вот, но это все. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. У меня на губах сегодня два средства. Во-первых, это жидкая помада Vivienne Savo оттенка 215, и поверх нее блеск для губ Reluie Fashion Gloss оттенок 09 Пламя Мадрида. Да, да. Вот, и вместе они дали мне вот такой цвет. Вот, в общем, это все. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня, и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok